МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «7 дней плюс». С вами Зуфар Давлетшин. У нас сегодня выездное интервью. У нас в гостях, вернее, правильно будет сказать, что мы в гостях у фонда «Защитники Отечества». И общаемся мы с президентом Союза офицерских жен Светланой Кошелевой. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте! У вас такая командировка по разным регионам России. Если уж официально так говорить, что привело вас к Казани? Цель командировки, да? Первое – это знакомство с девочками. С девочками, которые входят в состав Союза офицерских жен. И знакомство с полпредом, потому что мы с ними общаемся через соцсети. И, конечно, хотелось уже увидеться, познакомиться и дальше сотрудничать. Ну, раз мы затронули тему полпредов, у вас такие представительства по России уже есть. Да, у нас 12 регионов, которые включает Казань, Республика Татарстан, Донецкая Народная Республика Донецк, Луганская Народная Республика Луганск, Республика Карелия. Так что мы вот такие уже большие, взрослые, солидные. Сами вы живете в Екатеринбурге, то есть оттуда пошло? В Екатеринбурге, да, заложена вообще идея именно с Екатеринбурга, именно этого Союза с 2017 года. Вот с 2017 года. Да, с 2017 года Союз был организован неофициально, потому что я сама являюсь женой кадрового офицера. И когда он у меня уезжал в Сирию, мы, соответственно, с девочками, с подругами объединились, общались. И, соответственно, у нас такой небольшой Союз офицерских жен и организовался. То есть все-таки вот именно военные действия сподвигли, да, вот такой объединиться с женами. А с 2017 года что-то изменилось после февраля 2022 года? Вы знаете, изменилось. Нас стало больше. В Союз офицерских жен добавились и жены военнослужащих, это и мобилизованные, и также вдовы, мамы героев добавились к нам. Жены ЧВК Вагнер, вдовы ЧВК Вагнер. То есть мы расширились, то есть мы не оградились только женами офицеров. Нас стало еще больше. Вот один из проектов тоже жена героя, да, на фоне которого мы сидим. Да. Тут тоже вместе с вами, да, я так понимаю? Это проект, который придумала Катя Колотовкина в Самаре. Он стал федеральным проектом. Соответственно, Союз офицерских жен поддержал этот проект. Мы тоже в рамках Союза офицерских жен запустили этот проект. Поддерживаем, фотографируемся, находим партнеров, которые нам безвозмездно делают фотографии, выставляемся на различных площадках. То есть вы все-таки такой объединенной силой, да, получается? Не то, что вот жена героя отдельно там, со Союз офицерских жен отдельно. Все объединились ради одного, ради наших мужей, друзей, братьев, сыновей и ради одного. Большой побед. Ну, не знаю, насколько приятный вопрос, неприятный вопрос, то вы не скрываете, что вы родом из Одессы? Нет, я не скрываю, этим горжусь. Я одесситка. Вот вы тоже вот в каких-то интервью писали, что вот, ну, переехали в детстве, я так понимаю, да, что сюда? У меня мама с Украины, папа у меня с Челябинской области, соответственно, они познакомились в Одессе, родилась я там. И какое-то время мы переехали на Урал, Челябинскую область, и стали там просто жить. А всегда, каждое лето, каникулы я проводила на своей малой родине, у своих родственников, у своей бабушки, дедушки. Примерно до какого года это происходило? Ну, наверное, до лет 15 мы туда ездили, ну, восставались на каникулы, ну, потом, соответственно, началась учеба, такая уже взрослая жизнь, то есть уже, как бы, некогда было ездить, вот. А крайний раз я была с супругом и с ребенком в 2013 году. То есть еще до того самого Йор-Майдана, да? Да, мы как раз, да, уехали оттуда, уже как раз было вот эта вся неприязнь, отношения уже не такие были, ну, мы просто поехали в гости попроведать, и больше я туда не ездила. Сейчас понимаю, что общение прекратилось. Сейчас мы не общаемся, да. Ну, вот, судя по названию, это союз офицерские жены, и вы тоже сказали, что, ну, ваш муж тоже, видимо, офицер, да? Как он вообще изначально отнесся к тому, что вот вы такую активность стали проявлять еще в 2017 году? Ну, он к этому относится всегда ровно. Самое главное, делать все, что угодно, меня не трогай. Ну, я, так как я общественный политический деятель, я состою в партии «Единая Россия», мне это нравится, это мое, я люблю помогать, люблю поддерживать, это, конечно, от меня не унять, ну, он к этому относится положительно. Вот «Единая Россия», да, тоже вот считал, что не так давно вы вступили, допустим? Да, я год уже как являюсь членом партии «Единая Россия», мне очень нравится, очень здорово поддерживают, помогают. Это очень хорошо помогает нам в дальнейшей работе. Даже вот могу сказать, что когда я была в Донецке, мы подписались в «Единой России» в соглашение о сотрудничестве. И теперь у нас там полпредотенецкий есть, и они там вместе сотрудничают. Это намного облегчает нам работу. Говоря о работе, да, то есть, ну, понятно, что как-то она моральная поддержка, в первую очередь, я так понимаю, да? Ну, чем занимается Союз? Союз занимается много, чем у нас очень много разных направлений. Это реабилитация военнослужащих из СВО через спорт. У нас возглавляет это направление жена военнослужащего, она врач по специальности, и еще она преподает логическую медицину. У нас в направлении есть вдовы. Возглавляет вдова, мама троих детей. Сейчас, на данный момент, в чате, который она ведет, около 50 вдов по Российской Федерации. То есть, в зад добавляется не только город Екатеринбург и Свердловская область. Тут добавляются разные города. Направление у нас доп. образования. Вот мы сейчас с СИНХом в городе Екатеринбурге заключили договор, то есть, могут дальше обучаться, кто не имеет высшего образования, военнослужащие и члены семей. То есть, можно переквалифицироваться в другую, например, если ты там был бухгалтером, ты хочешь стать другим специалистом, то есть, пожалуйста, доп. образования для этого дается. У нас возглавляет Совет многодетных семей военнослужащих. И семей, чьи дети инвалиды, мама, восьмерых детей тоже жена военнослужащего. Да, все ее детки. Я, соответственно, занимаюсь направлением по детям. Это школы, детские дома. То есть, вот именно вот в этом направлении. То есть, больше именно все-таки помощь здесь, в тылу? Да, помощь в тылу. Это поддержка, это поддержка семьи, жен, военнослужащих. А, кстати, у нас еще есть направление жены и вдовы ЧВК Вагнер. Вот. И новое направление мы добавили, это мамы героев. Тоже активно есть мамы, которые, вот, к сожалению, потеряли своих сыновей в СВО. Они очень хотят чем-то заниматься, быть полезными. И вот они тоже у нас теперь в союзе офицерских жен. То есть, у нас вот такая большая-большая семья. Вот называется, да, общество «Союз офицерских жен». То есть, означает это ли, что только жены офицеров? Изначально были жены офицеров, да. Да, вот как я говорила, да, изначально, что с 2017 года у нас были офицерские жены. Но так как началась специальная военная операция, мы добавили еще девочек, которые, вот, никакого отношения, соответственно, не имели. Ну, они встали в наши ряды. Мы подставляем им свое офицерское женское плечо, помогаем, поддерживаем, занимаемся наставничеством, где-то курируем их, да, вместе плачиваем, вместе гуляем, вместе общаемся, где-то посидим с детьми, когда им некогда, там, пойдут они красоту наводить. Ну, вот, мы всячески их поддерживаем. Для этого мы и создали союз. Мальчишки наши там, а мы здесь. Ну, вот, обратила внимание на этих вот фотографиях, да, которые у нас на заднем плане. Там вот рядом китель полковника, вот я вижу, сержант, лейтенант. То есть у вас получается... У нас нет расграничений, мы все равны. Мы все равны, потому что наши мальчики там, а мы здесь. У нас нет чья-то жена полковника, чья-то жена генерала, чья-то жена рядового, да, вот. Нет, мы все одни, потому что мы работаем для того, чтобы приблизить вместе с нашими мужьями, сыновьями, братьями Победу. То есть как там у ребят на передовой, да, не взирая на чины, на звание, да. Так точно. Если кто-то решит присоединиться, вот как правильно найти ваш союз через вас? Мы есть в соцсетях, это телеграм-канал «Союз офицерских жен», есть у нас полпреды, которые сообщество ВКонтакте организовали, сообщество «Союз офицерских жен по регионам». Ну и, соответственно, моя отдельная страничка «Кошелева Светлана» в ВКонтакте тоже есть. Пожалуйста, подписывайтесь, смотрите нашу деятельность. Там все у нас прозрачно, все по-настоящему, все по-военному. Ну вот вы тоже все-таки побывали уже в зоне проведения СВО, да. Тоже вот видел у вас фотографии, знакомые места из Старобельск, там, и счастье, да. Тут надпись «Счастье не за горами», тоже она запомнилась. Вот Лисичанск там рядышком, наш подшифный город. То есть вот это вот, как сказать, путешествие, не путешествие, да, вот посещение этих мест, оно вот, что, какие вы вы это сделали? Я была первый раз в феврале этого года. Я приехала в Луганск вместе с волонтерами. Вот, и хотела посмотреть, как вообще волонтерская деятельность работает, потому что, знаете, когда началась специальная военная операция, начали говорить, что там волонтеры-то продают вещи, да, там, выкидывают их куда-то, ну, что-то такое. Я решила поехать и это все своими глазами посмотреть, действительно ли оно так. Ну, этого не подтвердилось. То есть волонтеры, они работают 100% на износ. Ну, по таким обстоятельствам я не попала туда, куда мне хотелось бы попасть, да, вот в феврале месяце. И была запланирована моя рабочая командировка в октябре месяце, на две недели. И, конечно же, это знакомство с нашими полпредами, которые в Луганске, в Донецке находятся, девочки. И я проездила очень много городов, госпиталей, познакомилась с военнослужащими, узнала их потребности, посмотрела вообще госпитали, что там происходит, что нужно туда везти. И поговорила с врачами, с главными врачами, с медсестрами, посмотрела вообще обстановку. Ну, и, конечно же, что там вообще происходит. С людьми пообщалась все пешком, либо с волонтерами. Все это увидела, все это теперь знаю из первых уст. И, соответственно, девочкам, своим полпредам рассказываю, как нам дальше уже строить свою работу. Вот нам тоже часто задают вопросы, как вот реагируют местные жители. Вы общались с местными жителями? Да, общалась с местными жителями. Вы знаете, все очень довольны и рады, что они с Россией. Я удивилась, насколько там восстанавливают дороги, сколько там восстанавливают дома. Вот в Луганске уже работают театры, работают музеи, да, то есть можно приехать, какие-то сделать мероприятия. В Донецке, конечно, этого сделать нельзя, потому что идут очень обширные обстрелы, и у них комендантский час. Вот, надеюсь, что в дальнейшем мы, на следующий год, тай бог, что мы приедем с какими-то уже концертами уже в сам Донецк. Обстановка напряженная вот эта вся, но работать можно. Стараемся, поддерживаем, подбадриваем. Ну, я когда приехала в Донецк, первый день боевое крещение я получила, надо мной сработало ПВО. Вот, конечно, я как гражданский человек, для меня это было немножечко страшновато, но девчонки мои успокоили, сказали, как себя вести в данной ситуации, как падать, что закрывать, что не закрывать. Ну, дали вот свои вот эти вот наставления. Так что работаем везде, стараемся, помогаем. То есть сами девчонки, они уже привыкли, да? Ну, они местные, да, вот Настя у нас полпред, Настя Толмачева в Донецке полпред, у нас девочка, 26 лет, она, понимаете, да, вот она в этой войне выросла, она все это прекрасно понимает. А у нас Оля Карпухина, она полпред в Луганске, она вдова, живет в Луганске, хотя родом с Донецка, переехала в Луганск, там живет, возглавляет. Все они это прекрасно знают, все это они увидели и прочувствовали вот за эти 9 лет. Вот тоже, да, будучи там, обращала внимание, что где-то вот что-то там летает, грохочет, да, дети на детской площадке играют. Это вот тоже вот у меня как-то так не сопоставлялось. Ну, кстати, недавно вышел сюжет на канале 360 про мальчишку, как он рассказывал, как они от обстрелов убегают. И он мне так запал в душу, я позвонила Насте, говорю, Настя, найди этого мальчугана, выслал денег, купили ему подарок, и он такой довольный остался. И вот мы сейчас с мамой поддерживаем контакты, и вот если я приеду еще раз в Донецк, я лично всем встречусь и лично ему пожму руку. Это настолько чудный ребенок, вот он так вот рассказывает, ему, наверное, лет 12, но он уже все знает. Вот куда убегать, как прятаться, как себя вести, что летит, с каким звуком, это все они знают прекрасно. Да, вот это просто дети, это настолько честные, настолько искренние дети, и не только дети, а там народ, что их не обманешь. Вот им смотришь в глаза, и вот у них видно, читается, что они столько пережили за этот весь период, что, мне кажется, даже не передать словами. Да, то есть поколение, которое выросло в этом. Да, это будет самая сильная платформа России наша. Вот там-то и начинается самая сильная Россия. Еще видел один заголовок, тоже вот в публикациях, где, я понимаю, наши коллег, они, чтобы привлечь внимание, написали такое, что руководитель модельного агентства поехала в званную специальную военную операцию. Да, такое было. То есть все-таки изначально было модельное агентство. Да, я и продолжаю работать, я являюсь директором модельного агентства Image Lit в городе Екатеринбурге уже на протяжении шести лет. У меня дети титулованные, выпускники, получают девчонки короны на международных конкурсах красоты. Оттуда и пошло тоже у меня, потому что приводили мамы, которые жены военнослужащих, и мы как-то так подружились, общались. И, наверное, еще и от этого и пошло, что я хотела создать союз в 2017 году, вот это вот нас сплотило. Тоже и мужья и в командировках были, и в Сирии, кто в Чечне, в Афгане. И вот оттуда все как раз и пошло с моей новой трудовой деятельностью, с модельного агентства. Но я продолжаю заниматься им. Это тоже мне нравится, это моя самая любимая работа. Как получается совмещать такой гламур вроде и совсем противоположный. Вы знаете, дети дают энергетику положительную, вот чтобы что-то дальше... Я на них смотрю, и прям хочется дальше что-то делать. Вот творить, созерцать, вот это просто круто. Они настолько честные, настолько искренние, и хочется, чтобы они никогда не видели, что происходило на Донбассе. То, что я вот увидела, и увидела деток, которые были на Донбассе, я очень не хочу, чтобы это было у нас здесь. С вами не просятся девчонки сюда? Вы знаете, наши девочки ездят туда периодически. У нас как-то получается пост дан, пост принят. Я была, была у нас полпред Тюмени, Марина Цуркану, вот три недели в августе. Потом поехала я в октябре. Заменила меня полпред города Норильска. Жена офицера съездила тоже к супругу под Авдеевку. Бесстрашная женщина. Вот сейчас планируется поездка полпреда города Тулы. Ну и вот как-то получается, что мы постоянно работаем в зоне боевых действий. То есть мы все это знаем, все это видим, и нас уже ничем не удивить. Ну и все под контролем, соответственно. Ну и наши полпреды в Луганске, в Донецке, они нам всю информацию предоставляют. Очень здорово у нас налажена сейчас логистика в плане передачи гуманитарной помощи. То есть я подружила с волонтерами самого города Донецка и Луганска. То есть можно уже фуры, да, вот такие вот не ждать с какой-то помощью, а уже сразу же договариваться с нашими девочками. И они договариваются с волонтерами и прям из рук в руки передают гуманитарную помощь. То есть у нас прям все налажено. Если какого-то бойца нужно поддержать в госпиталях, да, Макеевка, Горловка, Донецк. То есть мы также обращаемся к нашим полпредам, они все это находят. Там покушать, попить, лекарства, все это приносят. Фото, видеоотчеты и жены, и мамы, там, семьи, военнослужащих уже знают, что все хорошо. То есть выражение «война, не женское дело» — это не про вас? Ну, для офицерских жен нет. Мы к этому привыкшие. Мы закаленные в этом все. Мы не умеем плакать. Мы только плачем ночью, когда никто не видит. А так мы всегда красивые, с улыбкой, в боевом настроенном духе идем в ногу со временем. И мы должны помогать своим супругам, и они должны знать, что здесь надежный тыл. То есть вот тоже задаю этот вопрос, вот надежный тыл, да. То есть мужчина там, он должен знать, что у вас происходит? Должен, ему там, это будет легче. Он будет знать, что мы заняты делом, что мы не сидим, не плачем, что мы не сидим там, не ищем каких-то дополнительных проблем. Мы, кстати, даже организовали в Союзе офицерских жен, сами делаем сухой армейский душ под названием Мандрамах. Нам помогают партнеры с материалом, и мы дома, как хедмейт, делаем сухой армейский душ. У нас более уже 20 тысяч штук ушло на фронт. Это адресная доставка? Это кто попросит уже, либо своим мужьям, девчонки отправляем, либо ребята, кто попросил. Сейчас недавно мы вот десантникам отправили около 300 штук, целую коробку, попросили, к нам обратились, даже мы их не знали, ну вот, помогли. То есть мы заняты делом. Ну, вместе с тем, вот, тоже общался с одной вдовой, вот она говорила еще, пока он был живой, да, что ты с ним там лежишь в окопах, ты с ним там и прячешься от этих всех взрывов. Вот эта связь, она вот продолжается, да, как-то? Ну, вы знаете, за девочек я ничего не могу сказать. Каждый переживает вообще эмоции по-своему. Вот, у каждого свой настрой. Про вдов, про девчонок тоже ничего не могу сказать, потому что это очень сложное у нас направление. Как они друг друга понять могут, да, вот, потому что они переживают, а мы их немножечко понять не можем, но мы их стараемся поддерживать. И я хочу сразу сказать, что каждый, переживает по-своему это все. Я, когда у меня был муж Сирии, я тоже сильно переживала, ну, не показывала виду, я то ремонтом занималась, то мы с ребенком вообще 31 декабря уехали на Красную площадь Новогод встречать, понимаете? И потом я уехала вообще в Минск посмотреть Брестскую крепость. Это вот настолько меня это все отвлекло, когда у мужа Сирии там были обстрелы, я в это время стояла на Красной площади, я даже не знала об этом. Вот, ну, немножко отвлекаешься, и вот такие у нас даже бывают истории. То есть какого-то такого универсального совета не отдала тем, кто... Ну, мы, знаете, с опытом друг друга так поддерживаем, подсказываем, помогаем, но чтобы, знаете, навязывать сумеем, мы не навязываем. Мы можем поддержать, да, вот каждый в своей жизненной истории там что-то кому-то посоветует. Ну, возьмет ли она этот совет там, применит к чему-то, нет. Ну, кажется, это свое мнение. В этом плане, то есть мы не такие уж большие советчики. Мы можем только поддержать, помочь. В этом плане. А что-то такое посоветовать, нет. Все равно все-таки у Джонни военных, тем более кадровых военных, они немножко другие. Не знаю. Мне кажется, мы все одинаковые, мы все сбалмошные, все готовые куда-то бежать, помогать, договариваться, искать какое-то финансирование, собирать гуманитарную помощь. Ты же готова уехать сегодня, да, туда и все это передать. Накормить. Накормить все-таки, да? Ну, конечно. Ну, как мы, женщина, да, она чтобы был сытый, обутый, одетый и не болел. Самое главное. Ну, материнский инстинкт, он же срабатывает у нас. Мы же все и мамы еще. Вот опять же, да, вот насчет сытый, одетый, тоже так периодически слышу, что вот зачем нам там возить эту гуманитарную помощь, одержит там же все, вот и Министерство обороны, все это должны обеспечить. Я всегда говорю, давайте вспоминать Великую Отечественную войну. Было все, всякое. Но народ встал, помогал, и поддержал, и победили. Здесь то же самое. Давайте встанем, объединимся и будем помогать. Независимый брат, там, друг, муж. Это наша страна, это наша Россия. И мы должны все это поддержать, помочь и не обращать ни на что внимания. У меня очень много друзей появилось за период, когда началась специальная военная операция. Настоящих друзей. Я этим очень сильно горжусь. То есть все-таки такой объединяющей силы, какая-то там чувствовалась. Да, вы знаете, когда дружишь с человеком много-много лет, и когда начинаются спецоперации, он просто куда-то исчезает. Его нет. Когда что-то просишь о помощи, он просто молчит, либо говорит, я не хочу умешиваться. А у меня появилось очень много друзей, которые помогают, поддерживают. И даже вот сейчас я, находясь в Казани, я никогда в глаза не видела девчонок, я с ними подружилась, познакомилась. И теперь мы можем дружить с семьями. И наши дети уже будут дальше, дружи. Это же здорово. Это уже передается поколение с поколения. Уже заложено зерно, вот понимаете, зерно вот этого единства, объединения. Ну да, то есть незнакомые люди когда-то, да? Беда нас объединила. Война нас объединила. И вот вы сказали, что в 12 регионах уже ваше представительство есть, дальше расширяться, есть планы? Ну мы же сейчас уже межрегиональная общественная организация. Сейчас у нас дальше всероссийский уровень, на всероссийский статус хотим выйти. Будем всероссийский союз офицерских жен. Мечта у нас такая. И она у нас исполнится. Я это очень-очень хочу. То есть вы хотите завоевать больше территорий? Не завоевать, а объединить, понимаете? Потому что может быть о нас, может кто-то и не знает нашей деятельности, наших направлений. Когда о нас узнают, то, знаете, вот люди довольны нашей работой, пишут благодарности, кому-то передают. То есть не только это через средства массовой информации передается, это передается через сарафанное радио, через соцсети, а это самое главное. Кстати, еще хочу сказать, мы выпустили книгу. У нас есть офицерская жена, она пишет стихи Юлия Орешкина. И вот мы выпустили книгу в этом году, 8 сентября у нас была презентация на международном женском форуме в Екатеринбурге в Экспо. И вот эту книгу мы привезли сюда, в Казань, подарили. То есть можно спросить у полпреда, посмотреть на нее. Там стихи вошли, стихи, посвященные вдовам, женам военнослужащих. Фотографии Сергея Коляскина из города Челябинска. Он ездил туда на передовой, все-таки фотографировал реальные снимки. И вошли рисунки из детского дома Луганской Народной Республики. И даже была посвящена отдельная блог именно для детей, маленьких ангелов. И вот тоже вопрос, который я задаю и там ребятам, в зоне своего, и здесь тоже. Почему мы победим? Потому что мы Россия. То, что союз офицерских жен своих не бросает. Спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях была Светлана Кошлева, президент союза офицерских жен. Живет она в Екатеринбурге. Он посетил Казань. Спасибо. Спасибо вам огромное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова